Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня наш выпуск посвящен неординарному событию о коррупционном скандале. Об этом мы делали наши репортажи и программы на YouTube-канале Национальной Ассоциации Комплайнс. И вы можете посмотреть их, если туда заглянете. Что случилось? 20 июля был схвачен и задержан руководитель управления ГИБДД всего Ставропольского края. Речь идет о серьезном правонарушении. 290-я статья, часть 6-я. Действовала организованная группа лиц по мнению следствия. И Алексей Сафонов, полковник полиции, возглавлял эту организованную группу лиц. Скажу сразу, что это очень резонансное событие, потому что арестованы, кроме самого Алексея Сафонова, еще 35 его подчиненных. То есть тех, кто входил, по мнению следствия, в организованную группу лиц. Что они делали? Они брали взятку или взятки за оформление спецпропусков по транзиту зерна. Это, казалось бы, простое событие про ввоз зерна было сопряжено с коррупционными действиями. Речь идет о статье 290, часть 6-я и об особо крупной сумме, особо крупный размер, порядка 20 миллионов рублей. Конечно, руководитель МВД России тут же отстранил от должности главу МВД полиции всего Ставропольского края. Конечно, началось расследование. Но, друзья, подумайте только. Это спецпропускай. А что могло быть в этих машинах с зерном? Ну, тут вам для фантазии полная свобода. Что там могло быть? И вот этот человек с 2017 года, по мнению следствия, организовал группу лиц, опирался он на своих подчиненных. И они брали взятки за то, чтобы оформлять спецпропуска. А кому? Это простому бизнесу оформлять спецпропуска. Кто перевозит зерно? Логистические компании, агропромышленные компании, сельскохозяйственные. Зерно надо провозить, транспортировать. И вот представьте себе сейчас историю, когда это резонансное дело будет расследоваться со всей тщательностью. Будут смотреть связи. Будут допрашивать причастных. Будут обязательно привлекать тех, кто давал эти взятки. А вот теперь подумайте. Вот казалось бы, спокойно проехала машина с зерном. Казалось бы, водитель или экспедитор, или руководитель этой компании, кому принадлежит машина с этим зерном, решил опрос года два назад или три. И сейчас это будет подниматься на поверхность, раскапываться и закрепляться. Доказательства будут процессуальными методами. Конечно же, и мы с вами знаем, что во взятке есть две стороны. И взяткодатель, и взяткополучатель. Вот, по мнению следствия Алексея Сафонов, с группой лиц, это взяткополучатели. А кто взяткодатели? Может быть, они думают, что они сейчас могут спокойно жить, заниматься своим бизнесом, но нет. Насколько это оправедчивый шаг, вот так решать вопросы по транспортировке зерна, по преодолению проверок, которые контрольно-надзорные органы производят. Вот у нас был случай, бизнес-кейс, когда так прихватили инспектора по труду. И он, как человек добросовестный, помечал, с кем он так вопросы решал. Казалось бы, ну, 50 тысяч для Москвы, например, эта сумма так вот, как говорится, не очень большая. Но таких по 50 людей набралось у этого инспектора. За 8 лет большое количество. И вся эта книжечка записная, она попала в руки следствия. И для того, чтобы облегчить свои страдания, свою последующую участь, наказание, этот инспектор начал сотрудничать со следствием, как, собственно говоря, и пристало человеку, который хочет оказать действенную поддержку правоохранительным органам. Куда ему деваться? И начали эти скелеты в шкафах выходить у тех, кто решал, так сказать, вопросы с этим инспектором тысяч за 30, за 40, за 50, за одну проверку. Никакого спокойствия здесь этим людям не предвидится. Они являются соучастниками этого преступления. Они являются лицами, которые дают такую взятку. И сами судите, насколько может быть спокойным сон человека, который так решил вопрос с ГИБДДшником Ли, с инспектором, с налоговиком по проверке, с Роснадзором, Росконтролем, Госконтролем, любым контрольным органом в процессе проверки МЧС. И через несколько лет это всплывает. То ли в аккуратненьких записочках, то ли в показаниях этого человека, которого прихватили заранее за ним, оперативно разрабатывая его, расследуя его, фиксируя его нарушения и целую группу лиц. Поэтому, пожалуйста, еще раз вдумайтесь в это, взвесьте, насколько этот риск будет гарантировать вам успех в вашем бизнесе, насколько ваша компания будет стратегически себя чувствовать устойчиво, если в любой момент по, казалось бы, независимым от вас причинам, но связанным с вашими действиями в прошлом, все может быстро измениться. Участие в уголовном деле в качестве подозреваемого, обвиняемого, приговор суда и, к сожалению, очень серьезный урон бизнесу. Просьба к вам, взвесьте. Если вам сейчас какая-то из ситуаций в вашей жизни показалась знакомой, если у вас сейчас есть такие, скажем так, переговоры о решении ситуации, приходите к нам, посоветуйтесь. Конфиденциально мы вам расскажем детально, что может ждать, какие риски вас подстерегают, о которых вы, может быть, даже не задумываетесь. И мы, конечно же, подскажем вам правильный, законный путь решения вопроса.